I have ways of blowing things up Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мини-моторвейс Сегодня у нас LA, подожди, не, в LA мы уже были Что-то я тупанул, у нас, нет, не то, ааа, перестань Во, вот так, мышкой можно Поехали, сегодня Дейлик сделаем LA у нас первый был Почему бы каждый раз, когда ты приезжаешь, оно не ставило тебя туда, где ты сейчас в прохождении, а не в начало списка Ну, хорошо Дейлики, 15 часов осталось Насчет недельных, я не знаю, кстати, хотим мы, не хотим это делать Давайте, ну, то есть, если мы будем делать и Дейлик, и недельный Ну, все равно раз в неделю выходит выпуск И еще и проходить, по-моему, эти выпуски будут слишком долгие Поехали, просто будем пока что идти по той формуле, что Дейлик и прохождение, а потом посмотрим Мини-мистерис Ага Ага, то есть я не знаю, что я теперь буду выбирать И теперь тоннели не требуют плиточек Хорошо Ну, то есть вот это я бесплатно сейчас проложил, да? Хорошо Аааа Хорошо, я понял Тоннели не требуют плиточек, но тоннель-то у меня все равно был только один Тогда мы пока от него избавимся У меня есть плитки, но тоннель у меня только один Я пока, наверное, не буду тратить тоннель на это А потом посмотрим, как будет Оно все равно все вокруг горы Виктории Так что Вот так сделаем Да ладно Типа, блин Получается у нас суббота Мы сейчас То, что нам дадут в воскресенье, мы не будем знать, что это Получается, но мы тогда вообще и выпирать не будем Или у нас будет просто выбор между вопросиком и вопросиком Как это будет работать Так, время подходит, ну-ка Да, вопросики, вопросики, отлично Тогда какая, блин, нафиг разница У меня очень плохо с удачей Мне в лотерею играть нельзя Я получил круги и плитки, хорошо Слушайте, мы создали пока что закрытую экосистему для трех цветов Торговый центр Торговый центр мутировал В большой торговый центр Ну, то есть квадратный Это типа маленький, а Не-не-не, дружище, погоди. Вот тут у нас система, она связана, но по идее ни жёлтые, ни синие друг с другом не пересекаются. Они каждый едут по своей дороге, и у них всё хорошо в этой жизни. Посмотрим сейчас, как оно пойдёт. Зелёный. Сюда, может быть, круг и поставим? Не-не, чувак, ты сюда идёшь. Давай, наверное... Вот так, и сюда круг поставим. Да. В общем, как мы поняли, с прошлой серии светофоры делают всё только хуже. Я не знаю, по идее светофоры должны помогать, регулировать, но нифига, светофоры всё делают только хуже. Они создают пробки, из которых ты потом вообще не выйдешь. Нужно это учитывать, и нужно теперь... Да, сказал я и получил два светофора. С кольцевым движением реальные проблемы. Его не поставишь там, где нужно. Его ставишь, блин, и... И надеешься, что оно сработает как надо. Сделаем здесь более человеческие светофоры, это не светофоры, а движение. Да, там получается как пять дорог, сложная развязка, но у нас не такой большой трафик там, чтобы пока что напрягаться, поэтому... Оставим как есть. Но все дома подключены, все дома подключены сейчас, хорошо, хорошо. Как я не пытался сделать какую-то изолированную систему, как с белым обществом, но в этот раз такое не получается. Вообще нормально то, что человек едет по основной трассе, вот тут вот сверху под озером, вот, и кто-то выезжает из гаража, и человек, находясь на главной дороге, на трассе останавливается, чтобы выпустить чувака из гаража. Ага, вы про правила дорожного движения вообще слышали или нет? Как это все происходит? Ладно. Пока перегрузки нету, и то неплохо. Нужен туннель, или мост, или еще что-то. Ага. Ага. Ну, давай вот с этой стороны возьму. О! Шоссе. Отлично. вот так и вот и вот так а шоссе мы можем наверное поставить так посмотрим у меня есть идея как поставить шоссе но я сейчас подожду немножечко посмотрим как второй торговый центр там появится ну что синие туда отлично доезжают мне сейчас не надо там разгружать движение как-то разгрузить движение наверное будет в центре потом но пока что мор то есть у нас есть грубо говоря правый и левый синие райончики от синие дома по центру они как бы такие backup запасные но с них никто никуда не ездит там сидят пенсионеры которым не хочется никуда ездить и у них уже все есть них уже дом забит всякими мелочами они куда не ездят да там вырос торговый центр до синего у нас кстати оба синих ну в смысле до синего до круглого оба оба круглых оба синих оба больших сейчас по краям расположены так что неплохо неплохо вот смотрите на эту игру и так и знаете вот вся суть человеков поехали торговый центр скупиться посидеть в кафешке поехать домой поспать дома с утра поехать торговый центр скупиться посидеть в кафешке сколько людей живут такой жизнью а причем по ну так потому что я видел в жизни те люди которые работают в торговом центре они крайне редко в этом же торговом центре что-то покупают но я не имею ввиду тех кто работа там в продуктовых магазинах или в кафешках то понятно они там кушают они берут все продукты но человек который работает в торговом центре вряд ли туда поедет за покупками а еще один тоннель дали отлично я для туда поедет за покупками когда ему что-то понадобится он скорее закажет в интернете или поедет в какой-то другой торговый центр просто чтобы промыть глаза потому что от этого торгового центра его уже тошнит так ну давай сюда кишку тянем вот так вот сделаем дорогу прямую синих мы подключаем сюда вот это какое то это выцветшие розовый это какой цвет я знаю вы мне там комментах пишите надо поправляйте с цветами потому что тут иногда такие цвета попадаются что фиг поймешь что оно такое на самом деле есть у нас пока полностью не используется тоннель полностью абсолютнейшим он не нужен никому потому что найдет исключительно к синему торгом о здрасте а почему этот синий так отличает стоп а вот почему он так отличается потому что он ни разу не синий офигеть сколько людям надо ехать чтобы туда добраться ладно тогда делим их на на голубой и синий что ли я не знаю охренеть просто то люди там состарятся пока доедут желтого можно сюда подключить кстати сейчас посмотрим синий по какой автостраде будут ехать так ну давай вот это мост отлично мост кстати хорошая тема они будут ехать и выбирать ехать по тоннелю или по верхнему сейчас посмотрим не но они по тоннелю едут хорошо наконец-то этот тоннель стал востребованным у нас там трудности движения начали появляться давайте мы наверное вот эту дорогу уберем и сделаем вот так что вот этот перекресток немножко разгрузить офигенчик красные стали давайте тогда вот тут дорогу еще сделаем чтоб красным было удобнее добираться они через верх все время через верх у нас там и синие и зеленые курсируют синие не успевают вывозить смотрите там слишком много пока не доезжают становится уже поздно желтый торговый центр знаете шаши 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 нет не А может быть... Ох ты ж ее. Желтых прям вот сюда много закинуло, но, блин. Вот эта часть дороги становится перегруженной уже. Стоп. У меня плитки заканчиваются офигенно. А-а-а... Давай вот эта. Вот сюда автострату поставим. И кто-то вообще будет пользоваться или нет? Желтые пользуются, но немного. Давайте вот так сделаем. А-а-а... Офигенно вы придумали. Вот тут у нас затор получается отлично. Немножечко попробуем разгрести. Так, у нас проблемы с... Ну, грубо говоря, вот этим розовым выцветшим. Реально у нас немножечко проблемы с синим. Потому что много синих едут сюда через стоянку. Ну, это реально проблема. Вот это вот движение через стоянку, оно нам очень сильно дорого сказывается. Как бы нам его обойти? Сейчас посмотрим. Может быть... Еще один тоннель. Давайте мы вот здесь вот дорогу построим. Объездную, чтобы не через стоянку. Да, желтые начали уже тикать. И здесь желтые уже начали тикать. Скорее заливайте сюда желтых. Блин, надо какие-то новые развязки создавать. Но оно не получается. У нас там затор. Так, там зеленый торговый центр получился. В общем, нужно как-то децентрализировать. Чтобы не было каких-то вот 2-3 улицы, на которых заторы... Вот это вот внизу я даже не знаю теперь как развязать. Потому что они тут уже встали. И они теперь тут живут просто. Все. Вот тут я вроде тоже сделал улицу им дополнительную. Они забили тут всю эту кишку. Я понимаю, что это я неправильно делаю. Я просто сейчас пытаюсь из этого сделать выводы, что я неправильно делаю. На тебе дополнительные эти. Да. Ну хорошо. На самом деле на дейликах, наверное, можно реально учиться. Мы 663 человек привезли. На самом деле неплохой результат. Но я примерно начал что-то где-то догадываться. Так. В Токио. О, о, о. Токио у нас сегодня. Точно. Розовый Токио. Сколько там нужно? 300 человек в Лондоне. 400 человек в Мумбаи. Но у нас сегодня Токио. Потому что в Токио мы еще не играли. Поехали. Посмотрим, как оно будет. На мой взгляд, я же уже, по-моему, об этом говорил. На мой взгляд, самая большая проблема этой игры, что у тебя к торговому центру подъезд только с одной стороны. Ты не можешь, типа, регулировать, что вот с этой стороны подъедьте, с той стороны подъедьте. И потом, когда у тебя в центральной части карты накапливаются такие вот торговые центры, и ты не можешь просто со всех сторон к ним подъезды сделать, ты можешь сделать им дорогу через стоянку, что не очень эффективно. Но, короче, ладно. Такое. Ну, это условности игры, я могу это понять. Это не то, что прям какая-то претензия к игре, но, скажем так, то, что мне хотелось бы изменить, но изменить это нельзя. Понимаете, были бы все люди такие умные, то не было бы, наверное, и пробок на дорогах, и были бы города правильно построены, и все дела, поэтому... Не нам об этом сейчас судить. Блин, у них такие розовые домики прикольные, в смысле эти. Вот сейчас уже в корне неправильно построено, но потому что трафик маленький, я могу пока что избежать того, что... Слушайте, а ну такого розового-синего цвета, прям Кен и Барби. Every night is boys night now, а? Барби. Так. Что еще прикольная игра, подсовывает каждый раз такие разные цвета, иногда нестандартные, и не знаешь, как их назвать, поэтому... Ладно, работает и работает. Мне нравится, как здесь обусловлен социальный конструкт, то есть... У тебя в каждом доме должно быть две машины. Так, давай круговое. У тебя в каждом доме должно быть две машины. Ну, то есть, по-человечески, одна машина для того, чтобы вот кто-то ездил там на работу, всякое такое. Вторая машина остается, если надо съездить в магазин куда-то с детьми или что-то такое. То есть, я поддерживаю такое явление, потому что, мне кажется, если на семью нету две машины... При том, что, если хорошо, ну, как бы, существует хороший общественный транспорт, типа метро, трамваев и все, да, естественно, что нужда в двух машинах отпадает. Мы сейчас говорим, там, например, про, ну, грубо говоря, американский образ жизни, где у них... Они полностью забили на общественный транспорт, и они пользуются исключительно автомобилями. Вот. В наших реалиях, ну, для Европы, например, я думаю, что одной машины в семье вполне хватает, потому что все остальное время ты передвигаешься на велосипеде, на метро, на трамвае. На таких вещах, особенно если в вашем городе он хорошо развит, этот общественный транспорт, или, по крайней мере, есть структура, ну, для велосипедов, там, или для ходьбы. Вообще, на самом деле, офигенно ходить на работу пеша, ну, или не на работу, или куда вам там нужно пеша, если все находится в шаговой доступности, что ты можешь там 10-15 минут пройтись, и ты на месте, это вообще в идеале. Вот. И если в вашем городе районы разработаны таким образом, что ты вышел по деревьям, по тенечку, дошел там до какого-нибудь магазинчика, или до местного центра, там, где парк, и все. Ну, просто там, где я живу, у меня это так. Вот. Я не говорю, что я отказываюсь от автомобиля, нет. Но я на нем не передвигаюсь постоянно, у меня просто в относительно шаговой доступности и торговый центр, и огромный парк, и все, что мне нужно, и вон парк с озером. Ну, потому что в моем городе районы построены правильно, но, опять же, не каждый из нас может выбирать, в каком городе ему жить, и, в принципе, мне, скажем так, скорее больше даже повезло, что город, в котором я родился, все вот так вот. Но не всем в нашем мире так везет. Да. Так, нужен мостик, наверное, у нас их уже два. Светофор я не хочу, я с ними плохой опыт в прошлый раз был, не хочу. Я лучше сделаю себе два моста где-то, у нас тут куча речек, мы сейчас будем все это... Сейчас с той стороны справа появятся какие-то домики, и начнется, нужен мостик, нужен еще один мостик, ну его нафиг. Так, что у нас происходит? Что-то мне кажется, или они тоже раз в неделю сейчас стали вытаскивать новый торговый центр, но в эти... Первая половина не то, чтобы сильно загруженная. Ну, давай пока этого сюда присоединим. У нас и розовые, и синие пока что находятся на одной линии, на одном этом, но... Мне кажется, что скоро это нас не будет устраивать. Вот, и нам придется как-то это все разделять. А, вот, кстати, и белое сообщество. Что ты делаешь, блин? Сколько у нас 26 плиток осталось? Пока что можем себе позволить держать одну экосистему отдельную. Посмотрим, как это будет потом. Ну, пока что пробуем так. Я сейчас много плиток потратил на вот эти специальные дороги. Это все можно было бы сделать через общую, но тогда общая становилась бы потихонечку перегруженной. Пока у меня есть лишние плитки, почему бы себе это не позволить? К тому же у нас суббота, мы сейчас сможем получить еще плиток, или 20, или 40, блин. На самом деле, дайте мне просто 40 плиток. Или автостраду, или 40 плиток, или автостраду. Дайте, пожалуйста. Вот, и... И у нас все будет в шоколаде. Чик, 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 чик. Опа. Ха-ха. Блин, автострад дает всего лишь 10 плиток. Я возьму еще одно круговое движение лучше, еще 20 плиток. Блин, это печально вообще, что автострада дает всего лишь... То есть, она съедает... Получается, у нас стандартно 40 плиток. Или 20 плиток и бонус. Или 10 плиток и автостраду. Получается, автостраду съедает 30 плиток из основного гивапа. Ну, то есть... Немножко печально как-то. Ну, опять же, тут у нас не такие жесткие правила, как в том же метро. Тут нам не надо тысячу пассажиров. Тут нам хватает 300, там 500 пассажиров, в зависимости от региона. Так что... Ну, мы уже сотню перетащили, и относительно неплохо. Так что все хорошо. Смотрите, вот здесь вот мне сейчас бы кружочек закинуть, но кружочек, дружочек, я сюда закинуть не могу. Я могу его сюда поставить, но здесь мне он нафиг не нужен. И сюда он мне тоже нафиг не нужен. Мне вот здесь вот он нужен, где они выезжают из гаражей, но туда я поставить не могу. Здрасте, еще один мост. Совместим желтую с белым, раз у нас уже там есть длинная дорога, которая туда ведет. Фиолетовый. Там надо два моста. Ну, трындец. Здрасте. Ты вот тут не можешь поймать? Вот так вот давай. И фиолетовым придется ехать черти как и черти куда. Офигенно. Мост. Все, отлично. Все, отлично. Фиолетовый, белый и желтый у нас в одной системе, розовый, синий в другой системе. Насколько у нас 33 плитки? Если я сделаю вот так. И вот так. Куда желтые будут ехать? Давайте посмотрим, что они предпочтут. Желтые будут ехать вниз. Им удобнее вниз. Значит, здесь нам надо ставить круг. А мы не можем! А мы не можем! Он здесь нужен, а мы не можем туда! Ну, блин, ну вот это реально бесит. Ну, почему? Ну, там же дофига места для кругового движения. Ну, игра, ну, прекрати. Этот перекресток сейчас будет гореть, потому что синие будут ездить туда, желтые будут ездить сюда. Этот перекресток будет просто забит. Я туда не могу поставить ничего. Хоть светофор мне туда поставить. О, розовый, здрасте. О, розовый, здрасте. Моторвей. Да ну, блин, да, придется теперь моторвей брать. Ничего не поделаешь. В общем, ладно, все, все равно все это пришлось интегрировать в одну сеть. Ох, ты ж, ё! Tokyo 200, highway to hell. И третье что-то я не успел прочитать. Ладно, потом в ачивочках глян. Три ачивки вылезло за один раз. Ух ты, ух ты. Нам теперь нужен мост, потому что мы все потратили. Не очень благоразумно, но все потратили. Да, это мы могем. Вот. Вот. немножечко раз попробуем распределить это все у нас там уже начались пробки офигенно найди сюда ага ну офигенно чё как аллен нам не нужен этот мост 30 вообще печально это все сейчас через верх поедет и но нам бы тогда вот так дорогу хотя бы сделать давай попробуем вот так вот разгрузить не уверен как это все будет работать сейчас посмотрим сколько у меня 12 плиток осталось 12 совсем немного блин круто сделал все хуже но мне вот тут вот мост нужен потому что они просто не проталкиваются фиолетовый можете сюда ехать пожалуйста проблема еще в том что они не выбирают лучший маршрут они там сосредоточились на чем то что им надо и поэтому маршруту фигачат мост ну заберите пожалуйста я уже все сделал они уже все выехали сюда есть чувак сюда вниз через мост ну нет 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 она сейчас лопнет я уже построил и мост блин ладно ладно это 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 было близко и ну то что меня вынудили забрать этот пост снизу я понимал что это перейдет к коллапсу но черт побери хорошо следующий раз у нас получится лондон и там уже дальше по расписанию дар эс халям интересно так у нас есть мюнхен тюрих манила рио-де-жанейро этого не рио-де-жанейро ладно ребятки тогда на этом будем заканчивать спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодушек всем пока да а и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»